Доброе, добрейшее, веселейшее Адарское утро. Мы продолжаем в месяце Адар изучать, как увеличивать в радости. Очень у нас серьезные уроки о том, как увеличивать радость. Мы к этому вопросу подходим к серьезному, правильно? Потому что радость же увеличивать надо, чтобы нужно к этому... Вообще, к любому вопросу, который вам важен, нужно подходить с одной стороны серьезно, а с другой стороны с радостью, да? Сейчас, секундочку. Все. Отлично. И мы продолжаем, продолжаем мы нашу учебу. Все. Итак, сегодня у нас Шаббат, с Божьей помощью наступает. И я в радостной такой футболочке сегодня. Значит, дорогие друзья, мы уже изучили 7 инструментов, как увеличивать радость. 7. И сегодня мы изучим 8 инструмент, как увеличивать радость. Очень сильный. Мне интересно, Всевышний так дает сразу возможность сразу же их пробовать. То есть, есть ситуация в жизни, сразу у меня тренажер такой, да? То есть, изучаешь какой-то инструмент, бах, и тренажер, сразу же его можно пробовать. Я вам советую. Просто изучение, оно человеку ничего не дает. То есть, ну, ты послушал урок, ну, все интересно, ну, приятно, там, хорошо посидел, чаю попил, кофе. Но смысл обучения в том, что у тебя останется. А чтобы у тебя что-то осталось, обязательно, обязательно нужно записать что-то, повторить, применить, 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 оп, и оно тебе прям вросло в нейронные сети. И человек становится новым, более радостным, более счастливым, более веселым, более в жизни реализованным. Потому что радостный человек, у которого все есть, отлично. Ну, то есть, это есть, как бы, вообще, мечта. Жизнь мечты, когда у тебя все есть, и тебе за это ничего нет. Да, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Это такое было, я помню, в Советском Союзе был такой тост в спортинтернате у нас. Чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Вот очень, очень хорошее пожелание такое, благословение просто, да. Да, чтобы, там есть еще пара вот этих тестов, которые похуже. Хорошо, давайте вспомним инструменты, которые мы уже выучили. Первое, решение увеличивает радость. Увеличивает радость, это работа, человек автоматически скатывается все время в негатив. Значит, должно быть постоянное решение, которое тоже в себя надо запрограммировать, это есть инструмент. Все время вспоминать, что я же увеличиваю радость. Если ты об этом вспоминаешь в обычном состоянии, да, как мой вам совет, если кто-то хочет начать приседать, то вы не напрягайте сразу, не ждите в спортзал, пока вы купите кроссовки. Спокойненько, вот вы каждый час один разик присядьте и скажите себе, я люблю приседать, я уже приседаю, я молодец, и так хочу еще, но не буду пока. И вот вы месяц вот так по одному, по одному, по одному разу приседаете, вы привыкли к идее, что вы любите приседать, что вы приседаете, и дальше можно увеличивать постепенно на грусти, можно там медленно, советую всем очень медленно приседать. Моя мама, дай бог ей здоровья, 85 лет, она начинала с одного раза приседать, сейчас приседает, три подхода в день по 15 раз, не приседает, а встает, она просто сидит на кресле вот так вот, и встает, и выпрямляется, и у нее реально она сейчас ходит там, она уже не могла ходить, сейчас она ходит километрами там, все, очень сильная вещь. Сегодня у нас, наш урок сегодня, Лилуни Шама, для поднятия души, один очень у моих близких друзей, умер дядя, дядя, я помню, что он Бен Марк, сейчас я напишу, узнаю точно, как его звали, меня просили, вот, умер дядя, как зовут, звали, не, не звали, вот именно зовут, потому что он-то как бы жив, только в другом состоянии, Юлия Новодядя, Юлия Новодядя, дядю, дядю, вопросительный знак, да, значит, нам нужно, сейчас мы узнаем, как зовут Юлия Новодядю, мы узнаем, как зовут Юлия Новодядя, и, значит, чтобы было ему Лилуни Шама, он сейчас находится в том мире, в котором уже, значит, ни деньги не помогают, не справки там из милиции, никакие удостоверения, там помогают только добрые дела и заповеди Тора, которые ты учил, вот душа человека проходит через какие-то, через какие-то, сейчас там, как называется, через какие-то уровни, да, и если у него, у этой души нет вот этой вот подъемной силы, то, то тогда, то тогда что? Ей тяжело, поэтому мы сейчас, вот те, кто знают и понимают, они как раз, они как раз и заботятся о том, чтобы, чтобы их родственники имели эту подъемную силу. Ну, хорошо, значит, вот сейчас как раз мне напишут, как его звали, и с Божьей помощью вот этот урок идет для поднятия его души, Фред Бен Маркус его звали, Фред Бен Маркус, и сейчас как раз его душа вдруг получает там, такой, знаете, подъемная сила, как человек хочет взлететь, например, а его душа там, или он стоит где-то в каких-то очередях больших, а потом бах, и его душа сейчас получила такую силу, какой-то вип вход, потому что Тора это огромная сила. Значит, Фред Бен Маркус, Лейлу Нишамад, для поднятия души Фред Бен Маркус. Хорошо, значит, первое, это решение увеличивать радость, мы изучили. Второе, второе, это шутки-прибаутки, шутки-прибаутки, то есть, когда человек решил увеличивать радость, второе, он ищет, за что зацепиться, очень вам советую посмотреть, я прям смеюсь, не могу. У меня есть последний ролик в Инстаграме, там три способа беседы, кому-то надо объяснять, кому-то надо коротко говорить, а с тем-то лучше помолчать. И там такая Антонина Ивановна, которая журналистка спрашивает вопрос, она молчит. Очень смешной ролик. И когда ты ищешь, чему посмеяться, ты увеличишь, ты тренируешь свой мозг, ты тренируешь свое мировосприятие, свою систему взаимодействия с миром, ты ее тренируешь на вот этот вот радостный взгляд, который является заповедью. Вот написано, видите, книгу мы изучаем. Быть в радости – это большая заповедь быть в радости. Дальше. Третье у нас, что было? Третье – это как будто бы ты радостный. То есть через внешние. Шутка – это интеллектуальная идея, а улыбка – это физическое выражение радости. И когда ты начинаешь вести себя, как будто бы ты радостный, улыбаться, говорить радостным голосом, то значит все, радость приходит. Это человек же, он как машина. Он как такая, действительно, машина, как компьютер, где все запрограммировано. Дальше. Четвертое. Четвертое – музыка. Музыка, танцы, песни. Это тоже такой прям программный код. Мы знаем, на свайдбах танцуют. То есть музыка, она создана. Почему люди так любят музыку? Это же, ну, совершенно нелогично, да? Кто-то стоит на сцене под фонограмму или даже без фонограммы, поет, издает какие-то звуки, и там сто тысяч человек в стадион, или там тысячи человек заплатили по тысяче долларов за билеты, и они, значит, под эту песню, которую они слышали уже сто раз, они под нее колбасятся, да? Почему? Они пришли испытать вот эту вот позитивную эмоцию. У них создана вот эта песня, вот этот вот певец, эта музыка, оно у них внутри соединяется и включает позитивную эмоцию. Люди готовы за это платить деньги. Вот это то, что мы сейчас на уроках изучаем, это, в принципе, стоит огромные деньги, потому что все, что люди в мире стараются достигнуть, они стараются достигнуть, чтобы испытать позитивную эмоцию или избавиться от боли. А мы с вами, значит, этим как раз и занимаемся, выстраивая свое мышление так, чтобы через позитивное мышление еще и соединиться со Всевышним. Вернее, это наша главная цель. Значит, четвертая музыка. Пятая – капсулы радости. То есть события, которые были у вас жизнерадостные, их надо фиксировать, записывать, вести журнал радости, и потом в них возвращаться. И можно радоваться, вот я, например, в 19 лет занял третье место на чемпионате мира. Я могу вспоминать это хоть каждый день и снова радоваться. Или я когда-то выиграл в лотерею доллар любавческого рэба. Я задумал так. Думаю, если любавческий рэба, он хочет как-то со мной установить контакт, connection такой, да, вот я должен выиграть этот доллар. Бах, я выиграл этот доллар рэба. На 70 лет, это был день 70 лет его, как он стал рэба. То есть было, 500 человек было в зале, и я выиграл, значит, этот доллар. Когда я вспоминаю эти моменты, это капсулы радости. Я снова и снова присоединяюсь к радости. Поэтому вы тоже можете сделать то же самое. Это было у нас пятая капсула радости. Шестое, это было рад своему уделу. У каждого из нас есть то, что уже есть. Качества какие-то хорошие, какие-то, ну, то, что есть, есть. У каждого из нас есть свой мир, который уже принадлежит нам. И там много хорошего у каждого. Теперь есть у каждого из нас то, чего нет, чего не хватает. И неважно, в какой точке жизни, в какой точке мира, в какой точке богатства, в какой точке здоровья находится человек, у него есть то, что есть, заполненный стакан, и то, что нет. И тот, кто умеет смотреть на заполненный стакан, это шестой инструмент увеличения радости. Кто богатый, тот, кто рад своему уделу. То есть ты в этот момент становишься богатый. Богатый – это тот, у кого нет недостатка ни в чем. Когда ты смотришь на то, что есть, ты становишься богатым. Дальше седьмой. Мы вчера выучили. Седьмой называется «Искры радости». Давайте вспомним, что такое «Искры радости». Ты находишь какую-то точку, хорошую точку в себе и начинаешь ее раздувать. Каждый в себе находит какую-то точку и начинает эту точку, как мы раздуваем костер, так же мы раздуваем вот эту точку хорошую в себе и ее раздуваем в… Сейчас мы поймем, как оно работает. Вы сейчас удивитесь. Просто удивитесь. Восьмой инструмент, который мы сегодня изучаем, он называется «Махшивоттовод». Значит, мысли хорошие, добрые, хорошие мысли. Говорит нам автор, он приводит рассказ. Сейчас вначале какая-то девушка, я прям реально в жизни знаю такую историю, какая-то девушка на работе, значит, здесь в этой книге написано, она ждала, что ее сейчас повысят в должности. И он пишет, ее не повысили. Не повысили. Значит, что делать? Что делать? Когда ее не повысили, у нее есть два варианта. Первый вариант – это злиться на ту девушку, которую вместо нее подняли, на ее начальницу, которая она, ее начальница. И, ну, в принципе, можно на Всевышнего, на жизнь, не дай бог, на все можно злиться. Теперь, я знаю в жизни историю, когда девушка, которую не повысили, она настолько на всех разозлилась, что она ушла с работы. И она осталась без зарплаты. Дай бог, что у нее будет все хорошо. Но, как бы, по факту, я-то верю позитивно, что будет все хорошо. Но, по факту, она лишилась работы, которая ее обеспечивала, и у нее сейчас нету обеспечения. Я верю, что бог ей даст новую работу, с божьей помощью, как-то она устроится. Но вот в этой ситуации, в реальной жизни, девушка обиделась и ушла. А в его истории он говорит, а действительно ли так надо было думать? Разве, говорит, можно так допустить, чтобы мое счастье зависело от кого-то? Он говорит, нет. Конечно же, нет. Он говорит, что интерпретация моя по поводу реальности устанавливает уровень радости моей. Все. Только моя интерпретация. Значит, как можно было это интерпретировать? Значит, Всевышний так хочет. Это лучше для меня. Это значит, что именно на этом месте, где я сейчас нахожусь, придет ко мне счастье. Каким образом, я не знаю, но именно вот такая интерпретация в этой ситуации приводит человека к радости. А интерпретация, что все против меня, все против меня, жизнь против меня, Бог против меня, приводит человека не просто к нерадости, да? Она приводит его к негативным эмоциям и негативные взаимоотношения с реальностью и жизнью. И со Всевышним, не дай Бог, да? Теперь, дальше он говорит, что когда человек думает негативные мысли о любой ситуации, то есть он интерпретирует негативно и повторяет это раз за разом, у него образуется, значит, образуется у него как аутотренинг такой, да? То есть он себя убеждает в этом. И он может оказаться совершенно, вот, то есть он настолько себя убедит, что с ним какая-то проблема, что с миром какая-то проблема, что со Всевышним какая-то проблема, что у него выхода нет, тупик. Я помню, один был парень, я наблюдал его ситуацию. Вначале он был очень успешный, у него было все хорошо, но он в своей успешности, он был негативно настроен, и он раздувал вот эти вот негативные моментики, которые были у него в работе, в жизни, в отношениях с близкими, раздувал их, создавая из них как будто бы правила. Значит, кто-то не так ему ответил, значит, ты плохой человек, ты меня не уважаешь. Ну и так далее. И он, значит, раскрутил ситуацию, что он лишился работы, лишился семьи и лишился, естественно, здоровья. Теперь, но на любую попытку его, как бы, просто сказать ему, смотри, твой способ мышления не работает, то в его картине мира, где не работает все вокруг, кроме его способа мышления, ты становился доказательством того, что мир не в порядке. А вот еще один, он говорит, который псих, да, позитивно мыслящий. Нет, как же позитивно мыслить, когда смотри у меня какие неприятности, позитивное мышление не работает. Так ты же не мыслишь позитивно, как же ты говоришь, что оно не работает. Значит, он описал нам проблему. И, значит, он говорит, что большинство страданий, которые человек страдает в жизни, приходит к нему откуда? От того, что он обвиняет во всем окружающих людей. И этот, вот, он попадает в заколдованный круг. То есть, у него попадает он в такой заколдованный круг, который ему плохо. Люди вокруг, естественно, себя их обвинять. Они отвечают тем же самым, да. Большинство людей реактивные, которые просто вот как роботы. Ты ему улыбаешься, он улыбается. Ты на него, значит, с кулаками, он на тебя с кулаками. Теперь, но они же роботы, не только реакция на тебя, они же роботы-люди-то, и реакция на окружающий мир. Бывает, что ты ему улыбаешься, а он внутри уже говорит, что он не улыбается, он насмехается. И он дальше попадает в свою вот эту вот автоматическую негативную программу, которая его же и рубит. Понятно, да? Что мы отсюда видим? Проблемка. Проблемка. Теперь он дает решение. Какое здесь он нам предлагает решение? Он говорит, на иврите слово «бесимха» в «радости» – это то же самое, те же самые буквы, только в другом порядке, как слово «макшива». «Макшива» – это что? Это мысль. Он говорит, радость твоя зависит от твоих мыслей. Все. Это вот единственное, от чего зависит твоя радость. От твоих мыслей доказательства – это Виктор Франкл, который был в концлагере, и который вышел из концлагеря с логотерапией. И он доказал, что человек сам находит и создает смыслы в своей жизни. И человек в самом хорошем состоянии, он может попасть в самую большую депрессию, хотя у него все хорошо. И наоборот, он в концлагере, в Виктор Франкл, он нашел силы выйти оттуда и прожить великую жизнь. Значит, что мы отсюда видим? Что все зависит от «макшива». «Макшива» – это мысль. Теперь, как он нам говорит? Смотрите, теперь считается, что первым одним из основателей психологии был Зигмунд Фрейд. Говорят, что отцом психологии был Уильям Джеймс. Его так называют. Отец психологии. Он написал первую большую книгу, тысяча чем-то страниц по психологии. Звали его Уильям Джеймс. Он жил где-то 120 лет всего назад. Теперь Раби Нахман. Он жил 300 лет назад. И он нам дает конкретный психологический совет. Вот прям чистая психология. Сейчас я прочитаю, его же языком просто переведу. И вы увидите, насколько, кто является настоящим отцом психологии вообще. Раби Нахман, можно так сказать. Позитивная психология – это точно. Значит, еще раз. Проблема в том, что человек, погружаясь в негативную интерпретацию, повторяя ее несколько раз, делает ее для себя установкой и реальностью. И дальше он автоматически относится к миру сквозь призму вот этой своей негативной интерпретации, которую он когда-то сделал. Поэтому по улице ходит множество людей, которые думают, что у них есть проблема какая-то, с ними есть проблема. Они выступают у себя же в голове против себя, против окружающих людей, против мира, против Всевышнего. Потому что в какой-то момент они интерпретировали таким образом какое-то событие. И дальше они, повторяя эту интерпретацию, они создали себе убеждение. Теперь, какое тут решение? Говорит Раби Нахман такой вот совет, чудесный, как говорит автор этой книги, как хорошие мысли усилить и освободиться от негативных мыслей. Пишет Раби Нахман так. Аклаль правило, что невозможно никаким способом в мире, чтобы было у человека две мысли одновременно. Очень понятное такое, да, правило, что две мысли одновременно человек не может думать. Если я сейчас думаю две мысли, то в этот момент я не могу одновременно с вот этими две мысли думать там, я помню чудное мгновение, передо мной велась ты. То есть я думаю, или то, или то. Вместе две мысли, они не влазят в голову человека. Значит, что из этого следует? Поэтому мы можем удалить мысли плохие с помощью правил автория «сиди и не делай». То есть, чтобы удалить негативные мысли, надо перестать их думать. Но как перестать их думать? А только думать мысли другие. Что-то из Торы или из твоего служения Всевышнему. Даже если ты можешь думать о своем бизнесе или о торговле. Потому что невозможно, чтобы были две мысли вместе в одно и то же время. Не надо делать никакую войну со своими мыслями и спорить с собой и так далее. И трясти головой не надо, он говорит, для того, чтобы выгнать мысли. Видно, был в то время такой способ, что ну как, плохие мысли, да, ну потряси головой. То есть, он говорит, не работает такое. А он говорит, наоборот, через то, что ты борешься с какими-то мыслями, они усиливаются сильнее. Поэтому, значит, нужно на них просто не обращать внимания, на плохие мысли. Есть система, называется ACT. Acceptant. Немного слова говорить почему-то. Commitment Therapy. Значит, принятие и обязательство. Commitment – это как обязательство терапия. Значит, его вся система такая. Он говорит, вначале принять надо то, что есть у тебя плохая мысль. Но это не твоя мысль. Это мысль, которая есть у тебя в голове, которая в какой-то период времени возникла, и ты за ней наблюдаешь. Да, вот сейчас у меня в голове мысль, что там все плохо. Вот я сейчас думаю, как же все плохо. Я думаю, я больше так не могу. Вот у меня мысль, я больше так не могу. Да. Есть такая мысль. Все. То есть, ты даешь им, ну, как бы, ты принимаешь факт, что они есть. Это не моя мысль. Она не единственная. Ты даже не знаешь, откуда она взялась, эта мысль. Она сейчас, значит, всплыла, эта мысль. Это Acceptant. Принять. Commitment. Commitment – это обязательство. Но мы же, первый способ какой был? Я обязуюсь, беру обязательство быть счастливым. Я хочу быть радостным, хочу быть счастливым, хочу быть позитивным, хочу служить Всевышнему. Это commitment. Значит, я перехожу на то, что для меня действительно важно. Это мой выбор не сиюминутный. Это мой выбор жизненный. Быть здоровым, быть позитивным, быть счастливым, любящим, радостным. Это не просто я хочу, не хочу. Это мой выбор конкретный по жизни. Я хочу идти по вот этой дороге. Все, я счастливый. А как это сделать? Значит, шалом с Мальдивистик Астралов. Шалом с это самое. Хорошо. Значит, как это сделать? Это значит, нужно выбрать те мысли, которые соответствуют вот этому моему выбору, глубинному счастья. Поэтому, говорит Трав Нахман здесь, да, на те мысли плохие, не обращай внимания, они есть и есть. А только сделать, значит, включиться в то, чтобы заниматься торой, или молитвой, или торговлей. Но главное, не смотреть туда вообще, на вот эти вот плохие мысли, с ними не соединяться. И они сами по себе уйдут. То есть, они как бы, если твоего внимания с ними нет, они уйдут. Что я лично делаю, что вам советую? Значит, есть, нужно иметь какие-то книги, например, псалмы, хорошо помогают. Вот, Мишли, притчи царя Соломона, Экклезиаст, Тора, да. И ты, значит, вот у тебя есть какие-то мысли, которые по привычке когда-то. Знаете, как люди же, как матрешки, их воспитывают, воспитывают, воспитывают. Потом они сами повторяют то, как их воспитывали. И в голове у каждого человека уже есть набор вот этих вот пластиночек, пленочек, которые никуда ты деть не можешь, они не стираются. Все, то есть, они уже есть в голове. Теперь, ну, от того, что они у тебя в голове, не значит, что они тебе нужны, не значит, что они правда, не значит, что они тебе помогают. Значит, теперь ты можешь закладывать в свою голову новые мысли. Я советую учить наизусть притчи царя Соломона. Это работающие мысли. И он сказал, как их надо учить. Значит, запиши их на скрижалях своего сердца и завяжи их на горло свое. То есть, ты должен эти слова повторять до тех пор, пока ты не будешь их видеть своим внутренним взором. То есть, ты их записал тогда на скрижалях своего сердца, в своей памяти. И пока ты не можешь их повторяешь, наизусть ты выучил, что даже твое тело на уровне произнесения, да, весь этот твой речевой аппарат, он на уровне действия, он эти слова произносит наизусть. Вот так нужно учить слова Торы. Тогда у тебя есть какая-то старая пленка, вот все плохо, я не могу, я не хочу, нет сил, там все. Это старая, приобретенная, называется выученная беспомощность. И у тебя есть новые вот эти какие-то такие вдохновляющие. Тот, кто полагается на Бога, милосердие будет его окружать, сказал царь Давид. Или кто человек, жаждущий жизни? Значит, получается, вот тот же самый принцип царь Давид сказал перед Раби Нахманом за, там, две с половиной тысячи лет. Отодвинься от зла. А как отодвинуться? Делай добро. То есть переключайся на канал добро, действия. Оэф, шалом, люби мир, вратвеу. Люби мир и гони за миром. То есть ты должен идти не... Позитивная психология есть такое понятие. Есть красный плач, это когда ты с чем-то борешься. Есть зеленый плач, это когда ты что-то созидаешь. И позитивная психология, она настроена на то, чтобы именно созидать. То есть ты не борешься с негативом, ты созидаешь позитив. Как есть смешной стих такой, что Илья пытается активно уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку. Красиво рядом станцевал. То есть это вот этот принцип. Отодвинься от зла, делай добро. Понятно, что он может вмешаться сейчас, и его тоже и забьют там, да? Понятно, что он может... Лучше было бы делать добро, это позвать полицию и так далее. Но в этом стихе, как бы в утрированной смешной форме, показывается вот этот момент переключения мыслей. То есть есть зло в голове тоже у каждого из нас. Есть добро, есть добро. Ты не можешь бороться со злом, ты тогда в нем же находишься. Но ты можешь переключиться на добро. Красиво рядом станцевал. Выучил еще один псалом. Сделал доброе дело. И вот здесь как раз сегодняшний урок мы заканчиваем. Значит, очень интересно в этой книге, вот улыбайся, здесь есть такой хороший совет. То есть мы вчера закончили, что нужно стать партнером для Бога. Сегодня глава седьмая признание. Что нам нужно повторять каждый день? И он нам дает три темы, которые, если их повторять каждый день и сделать своими мыслями, как раз эти три темы больше всего улучшают и усиливают жизнь человека. Первая тема. Первая тема. Каждый день мы должны говорить сами себе. Каждый раз по-разному. Я люблю мир, я люблю свою жизнь, я люблю окружающих меня людей. Они мне просто нравятся. Я принимаю их такими, как они есть. Я знаю, что в них есть много такого, что я бы хотел изменить и улучшить. Но это не мешает мне их любить. Отлично. Дальше. Первая тема – это отношение к людям. То есть нужно по умолчанию установить, установка по умолчанию, что я люблю детей. Да, есть негативные моменты, но глобально отношение по умолчанию – я люблю людей. Это нужно себе повторять, сделать это своей установкой. Вторая установка. Я люблю Творца. Часто моя жизнь, та жизнь, которую он мне дает, очень трудная. Но я знаю, что это мне на пользу. Если бы моя жизнь была простой и удобной, я бы не достиг и половины того, чего мне удалось достичь. Поэтому я понимаю, что мне важно, чтобы моя жизнь была именно такой, какой Творец мне ее дает. Все. Я люблю Творца, и это установка по умолчанию. Тоже нужно повторять каждый день. Третье. Я люблю самого себя таким, какой я есть. Я знаю, что меня трудно изменить, и что у меня много недостатков. И все они, наверное, может быть даже, останутся при мне. И все-таки я принимаю себя таким, как я есть. Конечно, я буду над собой работать и надеюсь хоть чуть-чуть измениться к лучшему. Главное, я продолжаю улыбаться. То есть, если у тебя по умолчанию любовь к людям, любовь к Богу, любовь к себе, то вот эти вот три как бы белых коня, они тебя довезут до самого счастливого этапа в твоей жизни, до прекрасного эмоционального состояния, которое уже даст тебе все остальное. Шаббат шалом, дорогие друзья, чтобы было у вас все хорошо в жизни, чтобы вы видели это хорошее, даже вот так вот мы сделаем, чтобы вы выбрали видеть хорошее в жизни во Всевышнем себе, и чтобы с помощью вашего вот этого намерения, видения и усилия этого хорошего становилось больше, 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 больше. А как свет разгоняет тьму, так же добро, оно вытесняет зло, зла как такового нет. Есть зло, это отсутствие добра, тьма, это отсутствие света, негатив, это отсутствие позитива, поэтому увеличиваем позитив и с Божьей помощью радуемся жизни. И в какой-то момент мы все уходим из этого мира, вот, и поэтому сейчас Лилу Нишима, Фред Бен Маркус, чтобы он там хорошо поднялся, 83 года ему было. И, значит, он ушел из этого мира, месяц еще назад по деревьям лазил, меня очень удивил его, значит, его племянница муж, мой друг, да, он говорит, да он месяц назад еще по деревьям лазил, говорит, а потом за месяц, оп, и ушел из этого мира. Но, значит, все уходят рано или поздно, вопрос, как до этого момента мы будем лазить по деревьям и радоваться, или же мы будем каждую минуту своей жизни фиксироваться на ложках дегтя и прожжем свою жизнь обмазанной дегтем, засовывая его себе во все, во все средства, как сказать, во все органы чувств принятия мира, это выбор, вот это выбор, все. Удачи, успехов, шаббат, шалом, до воскресенья. Все, в воскресенье будет уже урок, в Израиле сейчас, в данный момент уже 11.34, 11.34, но я сегодня провел урок по старому времени, как бы по времени, как до перевода, но уже в воскресенье мы все переведем все часы, и урок будет в 10.00 по израильскому времени, с Божьей помощью. А в 11.00 будет урок отдельный для партнеров ВАИКРА и для спонсоров ВАИКРА, это те люди, которые помогают развивать платформу ВАИКРА, и для них есть еще отдельный урок, значит, мы занимаемся час с 11.00 до 12.00, там в зуме этот отдельный урок, поэтому если вы хотите тоже более активно принимать участие, быть партнерами в распространении Божественного Света, Добра, Позитива, то welcome, значит, узнайте у Якова Шатадина, по ссылочке на ВАИКРА, как стать партнером или спонсором, и, значит, у вас будет партнерство во всех, во всех наших активностях, которые мы делаем, а они огромны. С вашей помощью, спасибо и шабад шалом.